В качестве вступительного слова хотелось бы описать, о чем я планирую рассказать, о распределенных системах. То есть, если это изобразить схематически, то распределенные системы — это система, в которых множество серверов, множество нод так называемых. И плюс ко всему эти ноды могут быть сгруппированы в дата-центрах, на случай, если что-то случается с одним дата-центром, ноды доступны из другого дата-центра. И плюс ко всему из-за того, что ноды соединены между собой сетевыми соединениями, могут случаться так называемые network partition. То есть, из соединения могут уходить в небытие, и ноды могут становиться изолированными, либо они сами могут крашиться. То есть, вот таким сложным системам, распределенным, и посвящен сегодня мой доклад. И почему я еще решил об этом поговорить, потому что я сам участвую в качестве тема леда в одном из самых больших проектов в DateArt. И проект очень большой, да, почему? Потому что у него очень много клиентов, да, вот юзеров, скажем так. И любому проекту и системе, у которой много юзеров, им приходится становиться распределенными, если они хотят продолжать свое существование. Потому что в этом случае обеспечивается горизонтальная масштабируемость проекта, а также его отказоустойчивость. То есть, два основных драйвера, которые, ну, для системы, чтобы она стала распределенной, это прежде всего ее потребности в масштабируемости и отказоустойчивости. Позвольте мне перейти к следующему слайду и обозначить кратко основные характеристики, которые мы сегодня будем говорить о которых. Это скейлабилити, масштабируемость, availability – это доступность системы, но она же связанная с отказоустойчивостью. И consistency, то есть консистентность данных в системе. Если говорить про скейлабилити, то, как многим, наверное, известно, ну, это способность системы справляться с растущей нагрузкой. То есть, если рассматривать latency, например, да, то есть это время обработки запроса, то оно должно быть таким же при возрастании количества реквестов, если так говорить. Это скейлабилити в терминах трафика, но плюс к всему каждое сообщение может нести данные, да, эти данные нужно сохранять в систему. В этом случае, если система должна быть скейлабл иногда в терминах data storage, сколько она может сохранить данных, может ли она скейлиться в этом отношении. И существует два типа, ну, как обеспечить скейлабилити – это вертикальный метод, да, или вертикальный скейлабилити, называется scale-up еще. Это добавлением ресурсов к машине, на которой выполняется приложение, то есть к самой ноде, увеличение CPU, RAM, disk storage и тому подобное. Это можно делать до определенного верхнего предела, причем, как говорят, сама зависимость непропорциональная получается уже вверху, да, то есть очень много средств уходит, чем ближе к этому пределу. И второй тип – это горизонтальная масштабирующая, когда добавляются новые сервера в систему, и эти два типа можно комбинировать, да, то есть и говорить, что машина будет скейлабл до такого-то, ну, вертикальный скейлабл до такой-то величины, да, а потом уже рассматривать горизонтальное масштабирование. Вторая ключевая характеристика availability – ну, доступность системы и, можно сказать, и отказоустойчивость, да, то есть это когда система работает в нормальных условиях, скажем, то есть насколько, какой процент времени она будет доступна. Ну, в нормальных условиях это можно отдельно говорить, например, какие-то релизы цикла, да, то есть говорить, что, окей, это не входит в наш SLO, так называемый, да, или SLA, а вот именно говорить, когда она работает, да, вот 99-95, например, многие облачные провайдеры для своих сервисов обещают, ну, это значение вкладывают в свои SLA, то есть Service Level Agreement. То есть если, в принципе, мы не хотим иметь отказоустойчивую систему, да, она, в принципе, может там половину времени просто лежать, и мы ее можем фиксить, да, то мы можем все делать на одном сервере, да, используя для этого скейлаб, если нам его хватает. Следующая характеристика – это консистенция. Из-за того, что распределенная система состоит из множества узлов, в том числе узлов пасданных, то есть вероятность того, что в условиях Network Partition'ов или просто выхода из строя некоторых узлов данные окажутся неконсистентными, то есть вот мы что-то записали в систему, из нее читаем после этого, а читаются старые данные, просто потому что мы читаем из какой-то ноды, которая находится вот в зоне Partition, она оттерена от остальных. То есть в распределенных системах всегда нужно думать про дата консистенции. На самом деле можно ее обеспечить, да, то есть вот, например, вы записываете данные, если система понимает, что какие-то узлы в кластере они выключены, да, или там сетью, или сами они отключились, то она может просто возвратить вам ошибку. То есть консистенции можно делать в распределенных системах, но просто за это придется платить либо большим временем ожидания, то есть все это будет синхронизироваться на все ноды, да, либо просто будете ошибки получать в то время, как система будет недоступна, ну или какие-то ноды. Eventual Consistency – это вот как раз Strong Consistency, я сейчас описал, когда или последние данные возвращаются, или ошибки. Eventual Consistency – это есть вероятность того, что вам вернутся как бы не свежие данные, но с течением времени они станут up-to-date. Вот, то есть есть такие самовосстанавливающиеся системы. И в ВИК-Консистенции – это когда даже восстановления никакого нет, то есть нод упал, устал, и данные на нем так и остались старыми. Хотелось бы отдельно остановиться на Eventual Consistency, потому что это реально распространенный термин в распределенных системах. И еще раз о нем сказать, то есть если у нас есть, например, кластер баз данных из двух нодов, один из которых – Primary, и мы можем в него писать информацию, считывать, а другой – Secondary, на который идет репликация с Primary, причем в асинхронном режиме. То есть мы в Primary записываем, а репликация идет спустя какое-то время. То в этом случае некоторые клиенты могут читать Secondary для того, чтобы разгрузить Primary, но они должны быть готовы к тому, чтобы прочтут не очень свежие данные. То есть вот реальные кейсы были во время работы, когда мы могли себе позволить Eventual Consistency только для того, чтобы не сильно нагружать Primary ноду, то есть чтобы снизить вероятность ее фейли, скажем так, из-за того, что мы оттуда слишком часто читаем. Ну, после того, как мы описали ключевые, на мой взгляд, характеристики, можно перейти к техникам, которые используются в распределенных системах для того, чтобы поднять skill ability системы, да, или обеспечить high availability. Одна из самых распространенных – это балансировка нагрузки. Вот они уже упоминали, предыдущие докладчики, и, в общем-то, это делается для того, чтобы, скажем так, размазать трафик по узлам. То есть вот часть трафика идет на одну ноду, часть на вторую, на третью, ну, для того, чтобы решить проблему высокого трафика. Все ноды не в состоянии все это обрабатывать. Балансировщики могут быть, там, транспортного уровня, или четыре, там, могут быть, или семь, аппликейшн на уровне. То есть существуют разные алгоритмы, как они нагрузку балансируют. Я не буду останавливаться на этом. Вообще цель этой презентации – это не то, что какой-то учебник по распределенным системам и там паттернам, а просто для людей, которые, скажем так, мало слышали об этом, чтобы они хотя бы услышали и при желании пошли и нагуглили то, что им нравится. То есть по этой причине, скажем, на слайде не указаны в печатном виде, так сказать, такие алгоритмы, как раунд-робин при распределении, когда все идет по циклу, да, или там, wait at round robin. Ну, имплементации, их множество, понятное дело. То, что я видел, это F5, некоторые системы используют, и, конечно же, cloud solution. То есть любой cloud-провайдер, он, как Google и AWS, или тоже Яндекс, да, он предоставляет возможность балансировки данных. Конечно, есть и другие, там у Nginx есть еще решение балансировки. Теперь поговорим про кэшинг. То есть очень часто базу данных просто закидывают запросами. Есть очень много клиентов, и она начинает страдать, и латтенция этих запросов начинает увеличиваться, иногда все заканчивается плачевно. Чтобы снизить нагрузку на базу данных, используется кэширование. Здесь показан, ну, элементарный такой алгоритм, называется кэшесайт. То есть когда кэш существует вот так в сторонке, да, и клиент сначала, он пытается прочитать данные из кэша. Если они там не найдены, то мы идем в базу данных и апдейтим кэш этими данными. Вот. Вот чаще всего то, что я видел на проекте и на проектах, используется вот этот кэшесайт-механизм и плюс TTL, да, то есть для каждой кэш-записи восстанавливается time-to-live, после которой она, скажем так, протухает, и в следующий раз получаем кэш-миз, да, и идем опять на базу данных и вставляем в кэш. То есть, может быть, кто-нибудь, если там захочет меня поправить, что это не самая распространенная схема использования кэша. Есть там еще write-through кэш, да, когда там записи идут через кэш. Вот. То, что я видел активно используется в распределенных системах, это, опять же, распределенные кэши, да, то есть кэш, он, в принципе, может даже кластер такой, да, кластер нодов, и Redis кэшу позволяет такое делать, да, и многие приложения идут в этот кластер. Если в этом кластере что-то там случается, нода падает, там следующий ее заменяет. То есть для распределенных систем сейчас Redis — это очень хороший вариант, я считаю, кэширования. Ну и если кэш как бы достигает своей верхней заданной, да, можно задать кэшу максимальное количество данных, которые он может в себе иметь. И если мы этого достигаем, то там существуют все различные кэши в экшен-полиси, то есть какие нам нужно выбрасывать из кэша данные. Логичнее всего, мне кажется, выбрасывать list recently used item, да, то есть которые самые давние по использованию в кэше. То есть это очень популярный алгоритм LRU называется. Следующая вещь, которая постоянно встречается мне лично, это репликация. То есть вот база данных, можно, в принципе, ее иметь на одной ноде. Но если что-то случается с этим нодом, то у нас приложение получается недоступно в это время. И для того, чтобы обеспечить высокую доступность, делаются реплики. То есть добавляются еще ноды, все это можно назвать кластером. Например, есть master slave репликация, где все записи происходят в master ноду, и они реплицируют в синхронном или асинхронном режиме на slave ноды, которые можно называть репликами. И с этих реплика можно читать данные. То есть если при этом клиенты пишут в таком режиме синхронной репликации, да, то в принципе чтение получается консистентное. Но часто в распределенных системах для того, чтобы снизить latency, да, записи, как раз происходит асинхронная репликация, поэтому клиенты, которые читают с реплик, они, опять же, должны быть согласны на eventual consistency. То есть вот я сейчас вроде бы говорю, казалось бы, о инфраструктурных каких-то вещах, которыми там архитекторы или девопсом должны заниматься. Но вы как разработчик, если это MongoDB кластер или реплика сет так называемый, то у вас как у разработчика выбор, вы будете с какого нода считывать. Вы прямо это указываете в connection string к MongoDB. Если с primary ноды, то тогда у вас будут консистентные данные. Если secondary, тогда они будут, ну, при таком режиме чтения только secondary нода, иногда не всегда консистентные, но и eventual консистентные. Ну, то есть я просто уверен, что на самом деле какая-то часть разработчиков, она просто не думает об этом или не знает об этом. В общем, такое предубеждение. Но, видимо, основанное на опыте. И реализация это MongoDB реплика сета, очень хорошего такого механизма. Следующий механизм, это касается skillability, но уже на уровне данных. Это когда вы записываете и записываете, и записываете, и записываете данные. Ну, конечно, когда-то вам никакой vertical skillability не хватит, чтобы их все накопить. Другое дело, что если они периодически там можно что-то backup из этих данных, да, если нет, то и рано или поздно упретесь в проблему, когда skill-up не работает, и что дальше делать. Дальше предлагается такой механизм, как sharding. То есть, грубо говоря, вводится некий роутер, да, который на основе данных направляет их, ну, то есть при записи, либо при чтении он, опять же, обращается к какому-то из shard, так называемых. То есть все данные распределяются по shard, и понять, на какой shard пойдет запись или чтение, это уже решает роутер. И ключевой момент здесь, это он делает на основе shard key. Shard key – это что-то такое, вот такой-то алгоритм, который вы используете, чтобы из сообщения, ну, из реквеста, скажем так, сделать некий ключ, на основе которого решить, на какой shard вы пойдете. То есть такой роутинг key. И sharding – это сложно. Я думаю, многие согласятся. И сложность там как раз выбрать правильно shard key, потому что при неправильном выборе у вас могут данные идти на один из shardов только, или большая часть данных на один из shardов, и тогда у вас получается, вы как бы, ну, не достигаете цели. То есть большая часть данных будет сохранена на каком-то одном shard, нет никакой skill ability данных. И плюс ко всему все запросы будут опять идти к этому shard. То есть тут даже на уровне перформанса нет skill ability. Поэтому эти ключи нужно правильно подбирать, там их хешировать иногда, чтобы вот равномерное распределение между shard было. И добавляется проблема еще добавления новых shard и удаления текущих shard. Ну, например, как вот, ну, понятно, зачем. То есть если вы не нуждаетесь в количестве shard, то они сокращаются, иначе увеличиваются. То есть в этом случае надо перераспределять данные. Вот. И есть хороший алгоритм, он называется consistent hash, то есть теоретический алгоритм, который применяется на практике в моих распределенных системах. Вот. И он как раз позволяет вот это делать, да. То есть и shards поддерживать, и даже их реплицировать для того, чтобы они были... Система была вот у их highly available. То есть смотря на этот слайд, мы вроде видим shard, но вот эта система на слайде, она не смотрится как высоко доступная, да, то есть отказоустойчивая. Потому что если shard 1, например, уйдет, то все, мы его потеряем, все данные там. Поэтому плюс к sharding делается часто еще и репликацию. Ну, доказать тому, что это нетривиально все, да, и сложно, даже на уровне инфраструктуры, могу схематически изобразить, как делать sharding в MongoDB. То есть вводится специальный кластер mongos, так называемый, где работает этот демон mongos. И опять же, это кластер, это реплика set. То есть это три, как минимум, ноды. И плюс он использует configuration кластер, опять из трех, как минимум, нод. И задействованы shard-кластеры, реплика set. То есть вот эта система MongoDB, она ее позиционирует как способный делал sharding, плюс отказоустойчивый. Если где-то нод в каком-то shard уйдет, то другие ноды останутся. Теперь хотелось бы упомянуть месседжинг, да, и как он помогает в распределенных системах. Ну, под месседжингом я понимаю использование месседж-баса различных, таких как RabbitMQ. То есть понятно, что месседжинг, многие привыкли его там видеть в микросервисных архитектурах, да, но вот хотелось бы еще пояснить его плюсы, когда имеются лот-балансеры в системе. То есть простейшая, скажем, задача, но тем не менее практическая. Есть какой-то сендер и ресиверы. То есть сендер может слать и должен слать месседж одному из ресиверов, например, ресиверу 3. И эти все ресиверы, они коннектятся, они слушают этот месседж по одному из протоколов, например, WebSocket может использовать протокол для этого. То есть они коннектятся к балансировщику нагрузки. Почему он вообще нужен? Потому что этих ресиверов могут быть десятки, сотни тысяч. Один сервер уже, WebSocket, не справится с этим. То есть они коннект через лот-балансер к WebSocket ноду. Например, вот зелененький, нод-1, это значит, что ресивер 3 попал на этот нод-1. И вот когда он, скажем так, попал на этот нод-1, нод-1, ну там код, он создает подписку на месседж Q, месседж Q3, то есть именованный месседж Q, и сендер, он, если хочет ресиверу 3 послать что-то, он уже знает имя этой Q и шлет ее через месседж брокера, и нод-1 получает этот месседж и опускает его через WebSocket соединения в ресивер 3. То есть это схема, которую можно назвать распределенные notification системы, я ее встречал и на разных ресурсах. Вот в качестве месседж Q один из ресурсов предлагал использовать Redis, PubSub. Ну, может такое иметь место, но RabbitMQ все-таки она получше в этом плане, может быть, она представляет персистентные очереди. То есть если вдруг там что-то случается с этим RabbitCluster, при его перезагрузке все эти очереди остаются, в отличие от Redis, PubSub, насколько я знаю. Ну и после того, как мы поговорили про основные концепции, я почему и не начинал с этой посылки теоремы, потому что хотел вначале все это объяснить, consistency, availability и прочее. Так вот, многие, кто интересуется распределенными системами, они в курсе CAP-теоремы или CAP-теоремы, когда говорится, что при наличии Network Partition, система может быть либо Available, либо Consistent, одно из двух. Есть также продолжение этой теоремы, которая говорит, ну, окей, у нас нет Network Partition никаких, все работает штатно, то в этом случае система может выбирать между Latency и Consistency. Я вот чуть позже объясню вот эти две ветки на примерах с MongoDB. Ну, вот возьмем MongoDB, реплика set, который состоит из пяти нодов. Один из них Primary нод и четыре Secondary нода. И если вдруг случился Network Partition, и S1 и S4 нод оказались вне зоны, ну, то есть отделены от Primary нода, скажем так, то вот эта вот парочка, да, S1 и S4, она переходит в режим чтения, то есть ничего в нее уже записывать нельзя, потому что, ну, когда что-то случается в кластере, там происходит процедура выбора лидера, да, и вот в MongoDB выбор лидера невозможен, если нету majority нодов в кластере, то есть если в кластере пять нодов, то majority – это количество нодов делить пополам, ну, floor такой, да, берем, и плюс один, то есть это три нода. То есть S1 и S4 работают в режиме чтения. В то же время в Primary, вот в другую часть кластера, мы можем что-то записывать. Так вот, вот у нас выбор, как бы, эта система может быть либо Available, либо Strongly Consistent, да, вот Available, она может быть, если мы читаем, например, с secondary нодов, да, с S4 или с S1, мы можем с них читать. Вот, ну, в этом случае мы будем читать не очень свежие данные. То есть система Available, но это будет Eventual Consistency. Мы можем сделать, ну, а писать, соответственно, она будет всегда в Primary, да, мы можем сделать консистентное требование, да, тогда MongoDB поддерживает так называемые Write и Read Concern, да, то есть вот при записи, если мы хотим, чтобы стало консистентной, то есть вот эта транзакция закоммитилась, да, на большую часть нодов, то надо указать при записи, вот, девелоперу, да, самому, надо указать, что я хочу записывать на majority нодов. Вот, и тогда мы запишем в Primary S2, S3, вот, но при этом, вот, когда мы захотим читать, опять же, в режиме majority, то тогда мы не сможем, скажем, прочитать с S1 или S4 вот эти неконсистентные данные, потому что в этом случае система просто зависнет, и будет в течение таймаута ожидать, пока не установят соединения с остальными членами, чтобы вообще проверить вот это все majority. Вот, то есть, получается, можно сделать Ustrone или Consistent в режиме partition, но она перестанет быть available, потому что вот пока сети не будет, у вас вот эта операция чтения на S4 и S1 в режиме majority просто зависнет, и вылетит по таймауту, если вы укажете, то есть получим ошибку. Далее можно поговорить про вот вторую ветку, когда нет network partitionов, и у нас Monk Cluster опять той же конфигурации, и у нас есть Primary, и у нас есть Majority, и тут из S4, из S2, из Primary. И в этом случае, опять же, девелопер, да, то есть это не инфраструктурная фишка, это именно девелопер решает. Вот он хочет, когда записывать данные, указывать режим Majority, то есть это значит, что этот request на write, да, он не вернется клиенту до тех пор, пока не будет данные, если реплицированы в Majority узлов, не закомичены там. Вот, то есть это еще такая фишка, durability они называют в MongoDB, то есть вот когда этот request обработается, можно быть уверенным, что данные, мало того, они реплицируются, то есть они еще и могут помещены быть на диск, а не просто в RAM. Вот, то есть здесь мы получаем как бы consistency, да, вот при таком write-concerny Majority, но мы платим за это latency. То есть request, просто сингтайм становится больше, чем могло бы быть. Вот, ну и, соответственно, когда, если мы хотим понизить latency, да, в ущерб consistency, то эти write-ы можно делать, там указывая чуть ли не ноль, на самом деле, в этом write-concerny, то есть единица, когда мы указываем, это значит, что в primary только они как бы сохранятся, данные, да, и тоже будет возврат клиенту. То есть в S4 и S2 пойдет асинхронная репликация. Вот, а при этом она может не успеть пройти, да, в случае network partition, и тогда данные просто будут потеряны потом. То есть есть такая особенность, то есть вот режим write-concern 1, он не очень durable в MongoDB. Вот, но при этом, вот, используя write-concern 1 или 0, вот, странный write-concern, когда мы пишем только фактически в RAM, да, он еще быстрее в теории, мы получаем низкую latency. Ну и read-concern, опять же, можно также указать, мажорить его, будете дожидаться, пока там данные не будут закомичены по большинству узлов. То есть вот на этом примере хотелось бы показать вообще важность, знать концепцию распределенных систем. Вот вы работаете с MongoDB-кластером и не знаете, что такое там consistency, eventual consistency, durability, вот этот вот trade-off между latency и consistency. И таким образом можно либо не сделать фичу хорошо, и вообще не знать, что ее можно так сделать, либо какой-то баг привнести. В общем, в заключении, там есть еще один слайд после этого, да, ну почти что. В заключении хотелось бы, на мой взгляд, полезно для девелопера именно задаваться вопросом при проектировании системы. Она вообще должна быть scalable? Потому что вот, ну как бы даже если вы делаете стартап какой-то, вы можете ради интереса для себя пойти его в облако поместить, слот-балансером. Вот, но надо ли? То есть нужно вообще, советуют эксперты, делать так называемый back-off envelope estimation перед проектированием системы. Вот мне интересно, когда и рассказывают некоторые про стартапы, которые помещены в облако, и вообще сложная система довольно-таки смотрится. Понятно, что в нее ушло много средств и времени, но не очень понятно, насколько вот тот, кто ее делал, он понимал, вот к чему это все приведет. Потому что если там нет какой-то монетизации там, или как это назвать, да, она не приносит дохода, но при этом у нее миллионы, там миллиарды, условно говоря, пользователей, которые сохраняют что-то на диск, то в облаке иметь такой диск, это вообще-то дорого. Вот, поэтому систем дизайн, кстати, задачах часто делается, да почти всегда делается, но на практике не всегда, как я заметил, да, но в теории всегда делается back-off envelope и стимейс, чтобы понять, сколько вы данных накопите за 5 лет или 3 года. То есть вот вы собираетесь данные, чтобы они стали старые, через 5 лет, окей, а сколько вы накопите за 5 лет? Может так оказаться, что вы столько накопите, что оно того не стоит вообще, этот проект. Вот, поэтому, а если он не должен быть скейлбл, если там мало всего и запросов, и данных, то и не надо вообще дома распределённой системы сделать всё на одной машине, и не надо никакого облака, может быть даже. Насколько доступной должна быть система? Вот, но тут это уже вот, к тому же разговору про MongoDB и прочее, да, то есть вот трейдов такой между доступностью и консистентностью. Ну, вообще, если ваша система должна быть и доступной, и скейлбл, то тогда добро пожаловать в мир распределённых систем. И третий вопрос, это вот насчёт консистенции, да, то есть иногда можно ли себе позволить вот читать secondary node, скажем, да, это eventual consistency, или можно ли себе позволить терять какие-то там пакеты, когда вы передаёте без возможности восстановления, это вот weak consistency, просто для того, чтобы система была available. Вот. Либо это должно быть strong consistency, но тогда будьте добры заплатить за это высокое latency. То есть это именно вопросы даже к девелоперам, да, прежде всего, которые работают с распределёнными системами, с кластерами, там, всякими баз данных. Ну и поскольку сегодня про тренды, да, у нас выступление, то какие тренды? Где-то они уже наступили, да, где-то нет. То есть распределённые системы, они, всё сейчас идёт в сторону докера или уже пришло, когда у вас может на машине выполняться множество докер-контейнеров и может быть много машин. Вот. И кибернетис может сервис использовать, чтобы оркестрировать эти контейнеры и всё это в клауде. Да, вот такие вот тренды распределённых систем я вижу. Пожалуй, что и всё, что я хотел сказать. Сегодня есть вопросы, пожалуйста, полтора года ответить. «B天 мне…» Продолжение следует…